Пошла на свое место, и когда она повернулась ко мне спиной, я заметил татуировку у нее на плече. И я знал в тот момент, если я что-то скажу про это, возможно, это обидит людей. Но я сказал, сестра, что это у тебя за татуировка на плече? И она говорит, о, это татуировка любви, и у меня, и у моего мужа такая. То есть они себе накололи эти татуировки, потому что они любят друг друга. И знаете, после того, как она мне сказала это, если честно, я сказал, хорошо, и отпустил ее. Всегда старайтесь использовать мудрость, и смотрите, как Господь вас ведет. То есть будьте чувствительны к водительству Духа Святого. Когда я вижу татуировку, это не означает, что я тут же бегу за Илеем, начинаю ее помазывать, там, при всех. Она села на свое место, и я начинаю служить тем людям, которые вышли вперед. Минут через двадцать где-то, я вижу, что эта женщина сидит, и там машет мне рукой, пытаясь привлечь мое внимание. А я здесь служу людям и говорю, сейчас, секундочку, еще немножко подождите. Продолжаю служить. Она начинает вот так качаться вперед и назад. Она начинает очень сильно нервничать и паниковать. После того, как я закончила молиться с людьми и изгнал бесов, и все в собрании, никто никуда не уходил, все оставались, потому что Господь был там, и никто не хотел расходиться. И после этого я позвала ее, сказала, идите сюда. Все сидели и смотрели в ожидании, что же сейчас произойдет, после того, как увидели, что она подходит. Она сказала, почему ты спросил меня про мою татуировку? И она при всех это говорит. Почему ты спросил меня о ней? А мне просто было любопытно, я просто задал вопрос. Она говорит, но у меня есть еще одна татуировка на другом плече. Я говорю, правда? И это была татуировка медвежонка. Ну, просто медвежонок такой. Ни дракон, ни череп, там, ни дьявол, ни бес. Маленький медвежонок. И я спросил ее, как вы потом будете спрашивать, расскажи мне об этой татуировке. И она сказала, я себе сделала ее, когда была в баре. Я напилась. И мне накололи эту татуировку. И вы должны понимать, что вот этот маленький медвежонок имел свое значение. Этот медвежонок был напоминанием для нее о том вечере, когда она напилась. И он ее постоянно напрягал, можно сказать. То есть это было постоянное воспоминание о той ужасной ночи. Ну вот, пришло время для Илеи. Бесы проявились. Маленький медвежонок. Безобидный, казалось бы. Понимаете, это гораздо глубже, чем просто чернила. Вот для этой женщины этот медвежонок имел свое значение. Перед тем, как мы начали говорить с бесами, Мы еще провели это внутреннее исцеление. Помогли ей получить это исцеление. Вернули ее в то время, когда она была в баре, и пригласили Иисуса туда. А вы когда-нибудь видели татуировки обнаженной женщины? Расскажите. Это проявление того, что в человеке живет без развращенности. А зачем еще им тогда такая татуировка? Он такой спрашивает, вы меня понимаете? Я говорю, конечно. Татуировки отражают то, что в нашем сердце. Интересная история, да? Интересная история, правда? На ком-нибудь есть маленькие медвежата? Татуировки также могут быть знаком смерти. То есть люди делают всякие черепа и так далее. Они связаны с духовным миром. В Библии говорится, что мы не должны наносить татуировок на свои тела. И тут написано, ради умерших не делайте этого. Смерть и тьма всегда были классической темой для татуировок. Черепа, змеи, бесы, пауки, паутины. Драконы. Да, драконы. Все вот эти темные силы вообще. И, наверное, самый популярный имидж татуировки на сегодня. Самая популярная татуировка. Я вижу это постоянно в Соединенных Штатах. Очень распространено. А что еще означает череп может? И они не понимают. И даже если у них не было этого духа смерти, теперь он есть. Зачастую люди делают такие наколки в надежде, что они защитят их от смерти. Потому что у них есть страх смерти. Смерть и бесы и змеи, они есть в каждом салоне тату. Ну, картинки эти имеются. И вот я сейчас переведу, и мы тут остановимся. Четыре тысячи лет назад Библия соединила татуировки с умершими. Кому из вас нравится это учение? Кто считает, что оно полезно? Хотите, чтобы я продолжил после перерыва? Да. Хорошо. Перерыв.